Привет зрители ТВ Джем! Меня зовут Марцинковская Елена. Я являюсь преподавателем учебного центра алгоритм. И сегодня мы с моей моделью Алексой покажем вам детскую прическу с применением обычных ленточек, которые вы можете купить в любом магазине ткани, расчески и, соответственно, наличие волос. Итак, за дело. Разделили наши волосы пробором. Пробор вы можете сделать как прямой, так косой, так и зигзагообразный. Я выбрала обычный прямой пробор и начинаю плести обычную косу из трех прядей. Выбрали место расположения нашей косы. Разделили волосы на три пряди и начали плести. Можем подтягивать. Натяжение наших прядок должно быть средним, то есть наша коса должна быть и не очень слабой, и не слишком тугой. Заплетаем нашу косичку. В тот момент, когда у нас остался небольшой хвостик, мы берем ленту, складываем ее вдвое, причем одна сторона должна быть немного ниже. И начинаем сплетать. На конце нашей косы мы крепим ленту узелком, причем завязываем тот край, который длиннее. И завязываем узелком. Одна коса готова, переходим в другой. Из наших двух кос мы можем сделать разные варианты причесок, потому что у нашей модели волосы длинные. Но если у вас средние волосы, то что вы можете сделать? Вы можете сделать корзинку. Соответственно, берете одну косу, протягиваете ее в основание второй. И завязываете узелком. Берете вторую косу, протягиваете ее в основание косы. И так же завязываете узелком. Если у модели волосы будут средней длины, то наша корзинка будет гораздо короче и будет смотреться по-другому. Соответственно, сами ленты нам нужно закрепить. И с другой стороны так же крепим. Стараемся, чтобы детали нашей ленточки были одинаковыми. Так, завязываем. Итак, мы получили один из вариантов укладки наших косичек. Из наших двух кос мы можем сделать разные варианты причесок, потому что у нашей модели волосы длинные. Но если у вас средние волосы, то что вы можете сделать? Это двойные бублики. То есть мы берем нашу косу, протягиваем ее в основании. И оборачиваем еще раз. Соответственно, ленточку также будем крепить к основанию. Расправляем края. У нас получился двойной бублик. Если у вас средние волосы, то что вы можете сделать? Протянули косу. Часть косы увели к основанию другой косы. И так же завязали ленты. Берем вторую косичку. Протягиваем ее у основания. И увели в противоположную сторону. И так же закрепили нашу ленту. Корзинка для длинных волос готова. До новых встреч на ТВ Джем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова